В этом зале не больше 15 градусов тепла и всегда полумрак. Так дозревает вино и шампанское одного из ведущих заводов края. Полтысячи дубовых бочек, больше сотни видов напитка. У каждого свой срок выдержки. Белые вина разливают не раньше, чем через полгода, красные только спустя 9 месяцев. В цеху не больше двух сотрудников. Вино любит тишину. Но разговоры здесь все же ведутся. Раскрывает все тайны производства главный технолог. И они вовсе не во вред, а даже наоборот. С вином разговаривают не буквально словами, с вином разговаривают душой. Руки винодела и виноградаря должны относиться к продукту, закладывать душу в него. И в конечном итоге мы получим хороший результат и хорошее качество. В соседнем цеху, напротив, ни минуты тишины. Здесь как будто каждый день праздник. Разливают шампанское и игристые вина. За год произвели 56 миллионов бутылок, рассказывает Вениамину Кондратьеву. В планах на следующий еще больше. Чтобы расширить производство, даже планируют не просто разбивать новые виноградники, а создать высокотехнологичный питомник по выращиванию собственных саженцев винограда. Питомник рассчитан на 3 миллиона саженцев. Саженцы все будут российские. Ну, конечно, в первую очередь вы, наверное, для себя будете. Первые два года мы себя обеспечим, а потом уже будем работать. А дальше, стратегия. Дальше они на весь Краснодарский край могут саженцы винограда давать. Это очень важно. Какие-то местные будут саженцы, они будут, как говорится, районированы, они будут максимально приспособлены к нашим климатическим условиям. Но даже несмотря на такие внушительные цифры объема производства, кубанского вина на полках магазинов все еще не хватает. Это при том, что в регионе с десяток крупных заводов, а аграрии хвастают очередным рекордным урожаем. Собранного винограда 211 тысяч тонн. В причинах Вениамин Кондратьев разбирается уже на встрече с самими виноделами. Чем можно помочь и как лучше поддержать производство. Хватает сегодня ли виноградников для производства кубанского вина? Вениамин Кондратьев, не хватает. Конечно, меры государственной поддержки сегодня есть, и они значительно сегодня изменены. Вместо 50 тысяч в этом году уже выделяли 132 тысячи рублей на закладку, порядка 170 тысяч рублей на установку шпалеры, порядка 35 тысяч за уход винограда. Конечно, это хорошая мера поддержки, но тем не менее, хотелось бы, чтобы сегодня темпы роста по закладке виноградников, они были более значительными. Сами же производители заверяют, они готовы расширяться и разбивать новые виноградники. Но закупать семена и саженцы сегодня приходится за границей, что выходит дороже и не всегда рентабельно. Нужно выстраивать внутреннюю политику, развивать, высаживать, получить. И сегодня, когда мы приглашаем иностранных специалистов, технологов, это не потому, что нам хочется платить лишние деньги, а потому, что мы не можем найти порою специалистов здесь, внутри. Чтобы решить проблему, создадут краевой питомник. Образцы выращенных саженцев будут расходиться на виноградники заводов и небольших фермерских хозяйств. И уже приумножать их будут сами виноделы. Выиграть от этого должны все стороны, считает Вениамин Кондратьев. Должна быть одна наша система, которая позволит сегодня и винодельческому предприятию, и любому фермеру, кто хочет заниматься сегодня виноделием, пойти и купить саженец в нашу отечественную компанию. Вот базовый питомник все-таки должен быть. Вот тут я готов максимально подключиться. На уровне университетской академии наук говорят о том, что нам необходимы. Те, которые возьмутся за эту задачу, ее будут решать. В противном случае будет болтовня из года в год. Мы будем заниматься частными питомниками, но систему не создадим. И возможностей у других, кто хочет заниматься без большого толстого кошелька виноделием, не будет. В том числе и у наших фермеров, и у личных пособных хозяйств. Большинство виноградников края разбиты именно в Темрюкском районе. Есть ли здесь еще потенциал для дальнейшего развития? Вениамин Кондратьев интересуется у недавно назначенного и Огловы района, который прежде несколько лет занимался садоводством. Вот все-таки Темрюкский район у нас все равно ассоциируется с винодельческой отраслью, с крупнейшими в нашем регионе винодельческими предприятиями. Вы вот сами, как видите сегодня развитие и винодельческой отрасли в своем сегодня районе, есть ли потенциал? Хотелось бы поднять вопрос все-таки столовых сортов виноградов. Наверное, тут вот именно прерогатива фермеров. Небольших, вот, пятигектарников. Вот это, я думаю, что тут надо тоже этому придать внимание частному государственному партнерству в сфере упаковки, логистики, приведения в крупные партии. Сети не будут заниматься с отдельным взятым фермером. Сокроводили вообще нет. Да, то есть надо упаковать его, создать ему европейский вид. И сегодня у нас есть возможность выращивать качественные продукты, как и фруктов, так и винограда. Но дефицит сырья не единственная причина, почему на прилавках так мало наших местных вин. Иногда производители просто не могут их продать. Губернатору виноделы жалуются на проблемы со сбытом. В нашем крае, в Кубанском крае, где на самом деле вино, это край вина, край винодельни. Мы имеем вот такую полосочку кубанских вин и вот такой огромный широкий спектр непонятно откуда привезенного вина. Я сам видел, где процентов 60 стоит непонятно откуда, а где явно вино, которое наше, и мы знаем эти бренды и предприятия винодельческие, они, к сожалению, там представлены одной и двумя позициями. Мне очень важно, Андрей Николаевич, в том, чтобы мы не объяснение искали, а способ, так, чтобы все винодельческие предприятия края имели возможность на внутренний региональный рынок попадать. Чтобы заполонить полки магазинов качественным кубанским вином, Вениамин Кондратьев предлагает установить минимальную цену на бутылку по аналогии с шампанским. С этим обращением по поручению губернатора Краевой Минсельхоз выйдет на федеральный уровень. По мнению главы региона, это спасет от фальсификата и даст возможность развить на Кубани винодельческую отрасль. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко и Денис Перец, Кубань-24, Темирюкский район.